МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сухая погода, установившаяся в мае в регионе, становится причиной возникновения пожаров. В зоне особого внимания Куйбышевский, Кировский и Красноглинский районы Самары, большая часть которых заняты частным сектором и дачами. Поблизости расположены леса. Работа по предотвращению возгораний ведутся, проводятся встречи с представителями МКД. Им раздаются памятки, в которых прописано, как не допустить возгораний. В лесах вырубается сухостой, на полях делаются разделительные борозды. Устанавливаются предупреждающие аншлаги в тех местах, где любители шашлыков часто устраивают пикники. Сейчас это запрещено. Чтобы выявить нарушителей закона, в лесах дежурят бригады. Особое внимание уделяется прилегающим к жилым домам территориям. Вывозится мусор с городских кладбищ. Глава Самары Елена Лапушкина распорядилась усилить меры безопасности и контроля за соблюдением противопожарного режима. Коллеги, пожаров очень много, поэтому на это направление работы особое внимание. Обращаю сейчас к внутригородским районам и, соответственно, ко всем нашим департаментам. На совещании с участием главы города речь шла и об исполнении бюджета за первый квартал 2021 года. Профицит составил 39 миллионов рублей. Они будут направлены на поддержку социальной сферы. Одна из основных статей доходов в бюджет – налоги. В городе много неучтенных зданий, собственники которых не платят в казну. Главы районов отчитались о проделанной работе по выявлению таких зданий-невидимок. Они проводят обход территории районов, делают запросы в Росреестр. В среднем треть зданий оказывается неучтенной. По данным Минстроя, тысяча три объекта. Из них проверено на сегодняшний день 794, в том числе 414 уже зарегистрированы, 253 не зарегистрированы. И, соответственно, по 127 везем полевую проверку. Глава Самары Елена Лапушкина распорядилась, чтобы все районы города ускорили темпы работ. В Самаре не должно остаться неучтенных зданий. Виктория Шарая, Анатолий Головко, Василий Колдашов. События. Уже завтра, 18 мая, в 12 часов, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратится с ежегодным посланием о положении в 63 регионе и его будущем направлении развития. Жители города и педагоги рассказали, что изменилось в губернии за последние несколько лет и в каких сферах они ждут преобразований. Слово мэри Елчан. Подведение итогов реализации стратегии опережающего развития Самарской области – одна из главных тем традиционного послания губернатора в этом году. Стратегию лидерства формировали жители всех городов и районов губернии в 2018 году по инициативе Дмитрия Азарова. В работе над документом приняли участие сотни тысяч человек. Они определили несколько самых важных сфер жизни, куда власть направляет свои усилия. Главная задача – повысить качество жизни конкретного человека, в каком бы населенном пункте губернии он не жил. Я считаю, что это правильная политика. Нужно заботиться о каждом гражданине, потому что каждый гражданин нашей области – это лицо нашей области. И чем больше будет этой заботы, тем больше будет процветать наша губерния. В регионе реализуются первоочередные задачи, обозначенные стратегией лидерства. Строятся детские сады, школы, благоустраиваются общественные территории. У молодежи появляется больше возможностей для воплощения в жизнь своих инициатив. Открываются новые IT-центры. В преддверии ежегодного послания Дмитрия Азарова жители Самары рассказали о том, в каких сферах им бы хотелось увидеть изменения. Я работник сферы образования. Хотелось бы немножко уделить внимание нашему образованию и дополнительному в том числе. Я довольна нашим регионом, нашим городом. Наш уважаемый Дмитрий Игоревич Азаров и Елена Владимировна Лапушкина, мэр нашего города, глава, делают все возможное для того, чтобы наш город процветал, цветет и будет свести. Мне все нравится вообще, действительно удивительно преобразилась Самара. Особенно после чемпионата видно, что город ухоженный, выглаженный, выметенный. Приятно ходить по такому городу. Набережная роскошная и продолжают ее совершенствовать. Мы сами недавно переехали в Самару. Три года здесь живем. Мы видим, что город процветает. Много зелени сажают, набережную обустроили. Ну, как нам говорят. Парки, скверы. Да, все красиво, замечательный город. Ежегодное послание губернатора Дмитрия Азарова состоится 18 мая, начало в 12 часов. Трансляцию можно будет увидеть на нашем телеканале «Самара ГИС». Мэри Елчан, Григорий Плешаков, События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 117 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших ковидом в регионе 63 413 человек. Такие данные опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За сутки выздоровели 103 человека. Всего с начала пандемии из больницы выписались 60 537 пациентов. В общественном транспорте продолжается контроль масочного режима. Следят не только за пассажирами, но и за работниками подвижного состава. В рейд с проверяющими отправился Михаил Ермоленко и выяснил, сколько протоколов составили на нарушителей. Здравствуйте, проверка масочного режима. Добрый день, наденьте маску. Ежедневно сотрудники Дептранса совместно с полицией и работниками предприятий перевозчиков Самары проверяют, как соблюдается масочный режим во всех видах общественного транспорта. В городе установилась жаркая погода, и пассажиры зачастую пренебрегают защитным аксессуаром из-за духоты в салоне. Делать этого категорически нельзя, отмечают проверяющие. Лучше обратиться к кондуктору с просьбой проветрить салон. Мы понимаем, что на улице очень жарко, поэтому усиливаем контроль за проветриванием подвижного состава, и просьбой можно обращаться к кондуктору за тем, чтобы она открыла те или иные люки, либо форточки. Маски никто не отменял, и просьба соблюдать масочный режим, надевать защитные средства перед тем, как вы зашли в общественный транспорт. Также активно проходит мойка и дезинфекция подвижного состава. Чистят транспорт не только снаружи, но и весь салон внутри. Мобильные бригады по санобработке работают круглосуточно. Помимо этого, персонал транспортных предприятий продолжают прививать от коронавируса. Однако и вакцинация не дает права совершать поездку без маски. Это правило относится и к пассажирам, и к сотрудникам транспортных предприятий. Работа эта будет продолжаться до тех пор, пока эпидемиологическая обстановка и поручения оперативного штаба не помогут нам понять, что что-то нужно менять в нашей деятельности. А так все в прежнем режиме мы продолжаем контролировать. В ходе ежедневных проверок с октября прошлого года, когда к рейдам присоединились полицейские, в отношении антимасочников в Самаре составили 385 административных протоколов. Только за прошедшую неделю оформили 9 материалов, которые в дальнейшем направляются в суд. Нарушителям грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей. Также в департаменте транспорта отмечают, что скоро обращений по поводу духоты в салонах транспорта станет меньше. По наспроекту безопасные и качественные дороги в Самару будут поставлены 22 троллейбуса. В техзадании предусмотрены кондиционеры для водительской кабины и салона. Таким образом, на маршруте номер 4 подвижной состав будет полностью оснащен системой кондиционирования. Обновление парка ожидается в этом году. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События. Эфир продолжит новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, вам слово. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В России предлагают ввести госрегулирование цен на услуги гостиниц. С чем это связано? Да, действительно, такая инициатива поступила в адрес премьера Михаила Мишустина. Расскажу об этом через пару минут, а пока о предложении, которое затрагивает средства мат-капитала. В России могут расширить применение материнского капитала. Вице-премьер Татьяна Голикова предложила использовать мат-капитал на самостоятельное строительство и реконструкцию дома сразу после рождения ребенка. Кроме того, она назвала еще одно направление для использования выплаты. Разрешить тратить мат-капитал на оплату образовательных услуг, которые оказывают ИП, имеющие лицензию. Голикова обратилась с предложением к Владимиру Путину. По данным источников, после согласования вице-премьер планирует выдать Минтруду поручение о подготовке закона проекта. Отмечу, более миллиона российских семей получили в прошлом году сертификаты на материнский капитал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В России могут ввести госрегулирование цен на услуги гостиниц. Такое предложение содержится в письме Института социальных исследований и развития гражданских инициатив на имя премьер-министра Михаила Мишустина. После того, как правительство приняло решение ограничить авиасообщение с Турцией, одним из самых популярных зарубежных направлений для летнего отдыха у российских граждан, администрации гостиниц на черноморских курортах России резко повысили цены на свои услуги по размещению туристов. Рост цен отмечают и самарские туроператоры. Для тех, кто выбирает российское направление, все-таки подумать. Цены растут. Отели, практически все наши партнеры говорят, что отелей в Сочи становится все меньше и меньше. То есть, можно случиться такое, что люди понадеялись, что мы приедем, мы там все возьмем, либо частный сектор, либо большое количество гостиниц и так далее. Цены в этом году будут неадекватные, потому что всех нас запугали ехать такого количества, как было рейсов в Турцию, в Испанию, в Грецию, еще куда-то в этом году нет. Поэтому максимальное количество людей едет все-таки на наш юг, на наше Черное море. Он не резиновый. В некоторых случаях, как рассказали в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив, рост цен на гостиничные номера в России составил до 100%. В результате тысячи российских семей, планировавших провести летний отпуск на Черном море в России, могут отказаться от своих планов, в первую очередь из-за возросшей финансовой нагрузки. Официальный курс доллара на 18 мая 73 рубля и 85 копеек. Американская валюта потеряла 14 копеек. Евро 89 рублей и 66 копеек. Европейская валюта прибавила 3 копейки. Нефть марки Brent 68 долларов и 33 цента за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Послушали выступления музыкантов и познакомились с экспозициями. Андрей Горгуленко продолжит. Услышать космическую музыку, написать свой рассказ про приключения вселенского масштаба и увидеть несколько удивительных опытов. Все это могли сделать в ночь музеев посетители музея-усадьбы Алексея Толстого. По традиции в этот праздник здесь первыми начинают работу, потому что программа рассчитана на детей. С посещения этой площадки свое знакомство с программой начала и глава Самары Елена Лапушкина. Мы начали самыми первыми делать вот эту программу для детей. Семейная аудитория, видите, очень много всегда людей, они к нам с удовольствием приходят. У нас тема фантастика, поскольку полет. Гостей ждали и в музейном учебном центре пожарного дела. Здесь посетители могли изучить оборудование спасателей, систему пожаротушения в разных зданиях и увидеть, как боролись с огнем во время крупных исторических пожаров. А также подняться на Каланчу, где пожарные несли свой дозор. Экскурсию для главы Самары провел начальник регионального управления МЧС Олег Бойко. Пути эвакуации на вокзале, где она в нашем современном вокзале построена. Дальше. Как идет дымоудаление? Через что дымоудаление? Многие музеи Самары присоединились к масштабной акции. Каждый представил свою уникальную программу, но всех объединили требования санитарной безопасности. Здание опускали небольшими группами, в масках. На входе в каждый выставочный зал можно было обработать руки санитайзерами. Мы каждый год стараемся вот в этот день привнести какое-то новшество. В том году, увы, у нас не получилось проведения широкого мероприятия Ночи музеев. В этом году чуть-чуть нам полегче, и поэтому если в этом году так же перекрыли улицу Куйбыш, у нас присоединились новые музеи, которые раньше не принимали участие в наших программах. Основная программа Ночи музеев начиналась уже ближе к 19 часам вечера. До этого самарцев, которые прогуливались по пешеходной улице Куйбышева, развлекали самарские музыкальные коллективы и уличные артисты. А когда стемнело на знаменитый шаляпинский балкон 111-го дома по улице Куйбышева, вышли обладатели уникальных голосов. Атар Кунчулиа, Максима Орлов и Георгий Шагалов. Они исполнили арии песни отечественных и зарубежных композиторов. Позже к празднику присоединился и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он начал прогулку по центру Самары с информационного шатра «Ночь музеев». Это одна из новинок этого года. Здесь можно было узнать обо всех выставках и выступлениях вечера. И с помощью волонтеров, которые знают о каждом музее, подобрать программу на свой вкус. Вы знаете, что в музеях сегодня пройти? Да, конечно. Что в художественном? В художественной галерее сегодня был спешат. Он уже закончился. Сейчас там происходят мастер-классы, все еще идут. И можно посетить экспозицию. Такой масштабный культурный вечер не мог пройти и без Самарского филиала Третьяковской галереи. В своем офисе руководители филиала представили лекции в сопровождении музыки современных композиторов, а также несколько интересных находок, сделанных во время реконструкции здания фабрики кухни. Это вот кирпичи тоже. У них клейма дореволюционная. То есть это, опять же, подтверждает эту версию о том, что фабрика кухни строилась из кирпичей, разобранных зданий старых Самарских. Гости детской картины галереи могли узнать про жизнь губернскую и дела купеческие. Именно так называлась выставка, приуроченная к 170-летию Самарской губернии. На ней были представлены редкие документы и фотографии из частных коллекций, рассказывающих о жизни Самары на рубеже веков. Я очень рад, что все больше и больше творческих людей, разных поколений, кстати, молодых, конечно, наверное, и в первую очередь, сегодня дарят свое искусство, свое творчество в различных сферах, иногда спорное современное искусство, жителям нашей Самарской области. И сегодня это очень востребовано. И такие, конечно, мы объединения, творческие объединения, общественные объединения будем поддерживать. В этот вечер сотрудникам музеев удалось удивить самарского зрителя и открыть привычные экспонаты и выставочные пространства с другой стороны. Организаторы обещают, что в следующем году приятных сюрпризов будет не меньше. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов, События. Для самарцев и гостей города в рамках акции «Ночь музеев» подготовили 20 бесплатных экскурсий. Гиды рассказывали интересные истории и показывали уникальные памятники архитектуры, которыми богат купеческий город на Волге. Почувствовал себя туристом и Мария Левина. Здание окружного суда в Самаре – постройка начала 19 века. Как и большая часть особняков старого города, дом может похвастаться волнующей историей. Построил его купец Светлов для торговых целей. Но в 1867 году дом заприметил губернатор Дмитрий Аксаков. Купца лишили собственности на землю, а в здании разместили суд. Здесь на рубеже веков работал Владимир Ульянов в должности помощника присяжного. Каждая вторая постройка в купеческом городе на берегу Волги хранит в себе тайны и интересные факты. Часть из них раскрывают на пешеходных экскурсиях. О самарском модерне в рамках программы «Ночь музеев» рассказал всем желающим Армен Арутюнов. Модерн в Самаре, он, на мой взгляд, достоин внимания и в российском масштабе, и может даже за пределами России. Потому что здесь действительно уникальный комплекс зданий этой эпохи, который, наверное, третий после столицы, после Москвы и Петербурга. По количеству и по качеству. На пути экскурсии попалось 10 таких зданий. В целом по Самаре не меньше 50 усадеб в стиле модерн. Нина Алымова сама работает экскурсоводом и показывает горожанам другую Самару. Увидеть которую зачастую у них не хватает времени. Сегодня Нина в качестве туриста в родном городе. Город прекрасно подходит для пешеходных экскурсий. Просто надо немножко сознание наших жителей еще довести до этого. То есть люди, которые бегут бегом на работу или едут в транспорте, они, конечно, не смотрят на дома, мимо которых они бегут. С каждой остановкой к экскурсии присоединялось все больше людей. Ольга Косачева – одна из случайных прохожих, которая не смогла пройти мимо. В доме на площади Революции прошло ее детство. Сегодня, говорит Ольга, места не узнать. Жизнь в курортном городке не стоит на месте. Когда приезжаешь в город, в другой говоришь, ой, я живу в Самаре. Они говорят, да, да у вас там Волга. В каждом доме есть своя история. Вот тут жил купец, например, такой. Вот тут вот жил вот такой купец. То есть каждый дом, соответственно, имеет свою улицу. Раньше вот купеческая была, купцы жили. Дворянская была, дворяне жили. Вот в этом доме вот у нас была и есть она. Очень высокая лестница на третий этаж, чугунная. Дому больше ста лет. Сейчас все, если честно, все не узнать. Взять старые фотографии, так-то вроде. Ландшафт все одинаковый, а все уже по-современному. Чтобы показать другую Самару, для горожан и гостей города провели бесплатные пешие экскурсии по 20 маршрутам. Мария Левина, Максим Гусев. События. В день всероссийской акции «Ночь музеев» в Самаре с 10 утра до полуночи на пешеходной улице Куйбышева работал и мобильный пункт вакцинации. Привиться от коронавируса могли все желающие. Для этого нужно было иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и пройти осмотр врача. Об этом наш следующий сюжет. Привиться в день всероссийской акции «Ночь музеев» можно было без суеты, ожидания и длинной очереди. Мобильный пункт вакцинации развернули на улице Куйбышева, 129. Особенность фельдшерско-акушерского пункта в том, что он может приехать в любую точку города. Обычно ФАП используют для оказания медицинской помощи жителям отдаленных районов области, а теперь и для масштабной вакцинации населения. Желающим сделать прививку от коронавируса не помешала даже жаркая погода. По словам врачей, жители города и региона стали сознательнее и стремятся обезопасить себя и близких. Пришли целенаправленно. У меня сестра работает здесь. Она сказала, что тут будет прививки делать, и мы, чтобы никуда не ездить, по пути гуляя, зашли и привились. У меня болела сестра, у меня болела мама. Перенесли очень тяжело. Конечно, хочется себя застраховать, уберечь. Чтобы привиться, необходимо предоставить документ удостоверяющей личности пройти осмотр врача. Если противопоказание не выявлено, медики допускают желающего к прививке первым компонентам вакцины. ФАПа особенно выручают работающих граждан, у которых по тем или иным причинам нет времени ходить в поликлинику. Его специально поставили для людей, которые, может быть, сомневались, надо им прививаться или нет. Думали, когда я найду время. Тут идет человек, видит, стоит вот эта прекрасная машина и говорит, ну вот на самом деле. Сам Бог, так сказать, велел мне привиться. И делает спокойно, в хорошем настроении. Его никто не заставил, он самовольно пришел сюда и сделал эту прививку. Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Но в первую очередь, говорят медики, по-прежнему необходимо привиться людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями. Так можно обезопасить себя от тяжелого течения болезни и последствий инфекции. На сегодняшний день первый компонент вакцины уже получили 349 тысяч жителей региона. Более 273 тысяч сделали прививку повторно и таким образом завершили вакцинацию. По пятницам и выходные дни мобильные ФАПы обычно работают у крупных торговых центров Самары. Также записаться на прививку можно по номеру 122, позвонив в районную поликлинику или используя госуслуги. Ольга Павлова, События. В Софийском соборе прошла служба по случаю 70-летия митрополита Самарского и Новокубышевского Сергия. Архиереи шести епархий, а также губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравили владыку с юбилеем. Обо всем подробнее в нашем следующем сюжете. На праздничную службу в Софийский собор поздравить владыку с 70-летием прибыло шесть архиереев разных епархий – Тольятинской, Саратовской, Отраднинской, Одинцовской, Касимовской и Сызранской. Вместе со священнослужителями Самары они провели торжественное богослужение. Епископ Фома Одинцовский от лица патриарха Московского и всеяруси Кирилла вручил митрополиту Сергию наградной орден. Митрополит Саратовский Ивольский Игнатий тоже поздравил владыку и вручил медаль первой степени Саратовской митрополии «Спас нерукотворный». Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров наградил митрополита Сергия почетным знаком и поблагодарил за многолетние труды. Вашими молитвами, вашими трудами, вашим пастырским словом, которое прорастает в душах каждого, кто встречает вас на своем жизненном пути, наша земля начинает обретать процветание и благоденствие. Сердечно благодарю вас за ваше неустанное служение Богу, людям, нашей родной земли. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий служат во благо душевного просвещения народа и возрождения веры в Бога уже десятки лет. И за это время много сделал для региона новые храмы, духовно-просветительские центры, Поволжский и Православный институт. Все это результаты большого труда владыки. Некогда и вся церковь пребывала в слабости разрушения, а сегодня цветет и раскрывает свои врата тысячам сердец. Владыка Сергий неустанно кружит на небе церкви Христовой. Сам митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий поблагодарил гостей за добрые слова и поздравил всех женщин с днем жен Мироносец. В православии Мироносец это женщины, которые следовали за Христом и верили в его божественное происхождение. Каждая женщина на земле это Мироносец, который несет человечеству мира, своей семье, любовь. Главное, чтобы мы не изгоняли Бога из своей жизни личной, семейной, общественной, ненавязанной, чуждой и народной. Мы жили с Богом и будем жить. Светлана Кудрявцева, Никита Колосов, Николай Сидоров. События. В год празднования 170-летия Самарской губернии детский епархиальный образовательный центр проводит конкурс фотографий «С чего начинается Родина». Он пройдет при информационной поддержке телеканала «Самарагиз». К участию приглашаются дети от 12 до 17 лет. Жюри выберет лучшие работы в двух номинациях. Фотографии представят затем на выставке. Там же пройдет онлайн-голосование. Подать заявку можно на электронный адрес до 23 мая. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова